и снова здравствуйте всем привет блендер 281 и в этом ролике давайте внешний вид костям создадим чтобы он симпатичнее был так выбираем сначала объектный режим выбираем панду выбираем перешив с глаза и теперь выбираем косточки штаны пока не выбираем и жмем control и автоматическими весами объединение произошло выбираем теперь косточки и заходим в режим позы мы давайте этим костям немного внешний вид поставим так вот этой косточки можно поставить куб заходим в настройки находим вот эти косточки так находим настройки отображения во вьюпорте и находим особая форма так где она вот особая форма нажимаем на нее и выбираем так что у нас тут есть пока ничего нету надо добавлять заходим в объектный режим добавить мэш добавить плоскость мэш добавить куб и мэш добавить так окружность и мэш добавить ювисферу так вот это пока с можно уменьшить это так с можно уменьшить тоже G увести G тоже увещает внизу повисит опять выбираем косточки и заходим в режим позы находим опять особый вид особая форма и находим так плоскость это у нас будет будет плоская вот таким вот образом теперь нужно поставить и прозрачность это уже так отображение во вьюпорте сетка и вот увидите как плоскость стоит нужно ее немножко развернуть это заходим так в объектный режим выбираем плоскость и выбираем режим редактирования теперь берем R и немножко ее перекручиваем вот таким вот образом и G немножко вот так вот поправляем единица на R выравниваем немножко и заходим опять же в объектный режим выбираем косточки и заходим в режим позы в объектном режиме теперь плоскость можно так с немножко уменьшить и G увести в бок выбираем кости и заходим в режим позы вот теперь у нас эта косточка будет именно плоскостью вот можно ее будет вертеть и крутить так теперь выбираем вот эту вот косточку тоже назначаем ей плоскость находим особый вид находим плоскость вот так заходим в объектный режим находим нашу плоскость вот эту и режим редактирования единица на нампаде жмем R transpos вот так вот опять объектный режим косточки так вот эту плоскость можно теперь делить выбираем кости и заходим в режим позы вот теперь будет эта косточка вот этот плоскость ну и надо выбрать теперь голове вот эту вот окружность так находим косточку головы и опять особая форма и окружность опять заходим в объектный режим находим вот эту косточку в смысле не косточку а окружность и заходим в режим редактирования так и немножко ее перекручиваем вот так вот и немножко S ставим побольше вот так вот и немножко повыше так единица на нампаде можно даже еще ее выше поднять вот так и немножко S вот так вот объектный режим теперь эту окружность можно удалить смотрим что да как выбираем косточки и повторяем все с каждыми костями вот таким вот образом и вот когда косточки уже все назначены вот площадками если какая-то косточка у вас стоит не на сетке то можно вернуться нажать на косточки и зайти в режим позы найти эту косточку вот плоскость да и вот поставить сетка чтобы она была прозрачна все косточки вот именно тело я заменил на сферы а вот эти косточки которые на руках я заменил кубами чтобы было удобно ну и задние тоже вот косточки это тоже плоскость так теперь давайте группы создадим цветов раскрасим все это дело чтобы легче было искать так находим косточки человека находим группы костей вот эту и назначаем цвета так так выбираем косточки вот пусть допустим вот эта косточка через shift вот эта косточка это будут у нас одна группа создаем группу и назначаем ей цвет так цвет будем выбирать ну второстепенный наверное какой-нибудь так ну вот зеленый так назначить теперь выбираем вот эти косточки которые мы будем руководить именно руками они должны быть у нас создаем группу и назначаем цвет это должны красные быть мы должны видеть назначить и так же красными назначим вот эти вот две косточки тоже создаем группу и назначаем ей тоже красный цвет вот так и назначить так теперь вот этой косточки можно поставить цвет такой более попроще создаем группу цвет и будет цвет наверное желтый посмотрим как он будет выглядеть ну в принципе ничего так симпатично так и вот эта вот косточка так как она вдали находится мы назначим тоже группу и создадим цвет так синий тут можно оттенки вот выбирать так назначить снимаем выделение все прикольно теперь нужны вот эти вот сферы это вот вот эти сферы это у нас эти вот кубы здесь точнее вот они два куба это ключица работать мы не будем в принципе она нам не нужна назначим ей тоже группу и назначим цвет какой-нибудь чтоб меньше глаз мозолить так ну какой-нибудь вот такой назначим и назначаем вот здесь теперь сферы вот эту вот эту сферу выделяем вот эту и вот эту это вот будет с одной стороны это будет одна группа создаем тоже группу цветов и назначаем цвет ну допустим зеленый так как мы ими тоже работать не будем и назначить и вот эти теперь выбираем сферы и назначаем им тоже группу и назначаем цвет какой-нибудь так вот этот допустим ну вот уже прикольно кружочки точечки овалы так это вот голова голову сделаем наверно тоже красную или вот бирюза или вот бирюза вот что-то в таком духе и вот эти две сферы и вот эти две сферы можно тоже назначить им такой цвет так что еще ну а теперь рот брови я кое-какие косточки именно оставил чтобы вот на носах косточки оставил и в глазах они не мешают пусть будет так что тут есть плоскость вот этой плоскости тоже поставим красный цвет так вот таким вот образом теперь погнали так плоскость надо тоже поставить сетку вот теперь она будет лучше прикольнее вот эти цвета делаем одним делаем одну группу даже нет наверно вот этот и вот этот это будет одна группа создаем какой-нибудь цвет пусть будет синий так теперь вот эти эти будут у нас вот такие так вот этот вот этот вот этот вот этот сфера создаем новую группу выбираем цвет наверное коричневый пусть будет назначить так это вот это и вот это и вот это назначаем группу какую-нибудь выбираем цвет уже темно-зеленый назначить вот вот это сфера будет у нас тоже зеленая так и вот эти вот глаза будут красные ну и таким же образом назначить рот вот так пусть будет синий а эти будут каким-нибудь желтым цветом ну вот такой получился кунг-фу панда смотрим теперь как он работает если мы выберем вот так вот куб то джи рука вот работает вы видите что не отвлекает ничего от работы вот такая вот прикольная штука опять же повторюсь что можно делать свои вот эти вот все кубы сферы какие-то значки треугольники звездочки решетки крестики и вот сюда их подставлять на это место вот такой вот процесс в следующем ролике постараюсь рассмотреть именно уже анимацию и как это все будет со штанами дело происходить весь смысл дойти до штанов все всем пока до свидания